Вот след лисички. Сейчас мы шли и увидели. Вот такой вот след, как будто небольшая собачка. Если бы был густой снег, то мы видели, как она идет строчкой. Здесь заросли тростника, здесь любят отдыхать фазанчик. А чем они отличаются от собачьих следов? На самом деле след лисички от средней собаки очень тяжело отличить. Не очень похоже. Но дело в том, что здесь все-таки далеко от населенного пункта, это заповедник Игорлык. Просто так здесь праздные собаки не ходят. Еще и в сторону водоема, где водится птица, да? Именно так. А она что, след в след идет, как вьетконговцы? Да. Во-первых, так она экономит энергию. То есть уже продавленный снег она ставит в следующую лапку. Вот. И... Какое разумное животное, да? А я думал, это она в целях маскировки. Ну и в целях маскировки тоже. Сейчас вот у нас немного снега и животные чаще ходят не там, где их можно заметить. То есть не по снегу, а чаще где-то по проталинкам. Ага. Вот. Как бы снег немножко остался и вот здесь вот на суде. И попалась лисичка нам, да? Именно. Отлично. Ну, в общем, благодаря вот этому рыхлому полувесеневу снегу мы сегодня имеем шансы обнаружить следы множества животных. Для чего мы, друзья, сейчас на природу и выбрались. Потому что сегодня мы будем играть в следопытов. Мы отправились в заповедники Горлык для того, чтобы увидеть следы разных животных и научиться их различать. Так что, если вы увлекаетесь биологией, считаете себя юным натуралистом, может быть и не очень юным, то прислушивайтесь. Специалист сегодня расскажет, чем отличить, например, лисьи следы. От волчьих или собачьих. Или кабани. Или от жениных. От жениных, да. Давайте пойдем за лесой, посмотрим, где она там ходила. След, след идем. Тихо, куда 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 какой-то свято? Тихо, куда 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 куда. Тут все прям вода пыла. Вот тут, цепочка. Или по-моему это копыта. Да. Мылись. Кабаны питаются. подводными частями растений вот этих болотных, корневищами тростника, корневищами различных болотных растений, поэтому они в зимнее время могут свободно копаться там, где вот именно подталая такая вода это небольшой кабанчик был, кстати легко отличить свет кабана от других копытных кроме основного копыта он оставляет сзади еще две таких черточки то есть вот пяточки его вот таким вот образом следятся у косули вот этих вот пяточек нет, то есть она делает только так. Небольшой кабанчик был примерно какого он размера? примерно, ну, до килограмм пятидесяти, то есть такой небольшой? Маленький, самый вкусный ой, смотрите, какой копытце тут хорошо натотали так, подождите, я уже умный, они без пяточек значит, это не кабан дальше ну, вариантов-то немного, я еще знаю тут косулю вот, Женя говорит, утка да, это все-таки косуля здесь есть его вот такие вот веточки нежные, молодые, дерево упало, как бы и косульки любят вот поживиться вот этими вот веточками здесь вот натопталась, пыталась что-то съесть, но видно, что она не покушала кто-то ее стурнул, даже ему, потому что свет, свет так более-менее свежий я бы сказал, прям вот, очень свежий ну, бугнили там, распугали их это получается поля верба, да? да, это ива, ива, ива делает, да и она просыпается одна из первых, хоть именно такая и молодая, да, когда вот вербное воскресенье, на Пасху смотри, просто ветки не уснувшие, смотри, прям оно как будто вот сейчас распустится ну, осталось еще буквально там чуть меньше месяца и начнет вот это вот все цвести, пахнет а пока их обгрызают косули вот такие вот, наверное, сладость для них, это зимой так, вот, следы, кстати, ведут сюда, вот здесь копыт, а? да, да, да а что здесь косуля могла делать? здесь нежные растения, видать, наискала какие-то, может, звездчатку ну, вот здесь вот, есть вот зелененькие растения то есть у нас нет прямо такой проблемы с нашими зимами, с недостатком корма косуля просто разгребла копытцем, вот нашла что-то и что-то скушала скорее всего звездчатка, вот это вот нежное такое растение вот его листики, эти вот маленькие оно съедобное, он даже можно употреблять человеку в салат вот можно пожевать, да ну, хотя оно здесь копытами своими грязными покопалось, может, и не надо нет, я, пожалуй, пробовать не буду а я даже вижу, куда оно ускакало потому что я так, тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь и туда куда-то ушла в тусты жалко, что косули такие осторожные животные вряд ли мы сможем их увидеть сейчас издалека даже с учетом того, как мы сейчас разговариваем я думаю, в радиусе ближайших 200 метров всю дичь мы давно распугали но наша задача сегодня найти следы и вот мы нашли следы уже сразу нескольких животных и, судя по всему, буквально перед нами они здесь пробежали нам всего лишь достаточно было от республиканской трассы отойти ну сколько, метров 200 Жень, нашел следы чьи-то уже? я иду по следам двух людей я пока не могу понять чьи-то следы потому что следы очень-очень свежие кто-то прошел только что прямо перед нами очень свежий след два разных протектора это два человека это знакомый вкус городской городская земля асфальт кусочки асфальта из города пришли ну пойдем дальше это вот след кошачий то есть похож на след домашней кошки немножко покрупнее дело в том, что в егорлыке есть лесной кот это редкое очень животное занесено в Красную книгу у нас занесено в Красную книгу Европы редкое, осторожное животное его очень тяжело увидеть я за всю свою практику биолога видел его всего лишь раз то мельком следы можно встретить то есть кот гуляет где хочет сам по себе можно его найти вот этот следик аккуратненький вот этот как раз след лесного кота вот но вряд ли мы его увидим но хотя бы вот следы мы видим достаточно крупный такой хищник он вырастает там где-то до 6-8 килограмм мощный он размером с небольшую собаку в принципе собаку может поцарапать больно очень вот но редко он попадается редко он встречается а дома их держат вообще? дома они не приручаются в принципе говорят что наши домашние кошки пошли от них но у них такой суровый нрав что то домой лучше его не брать и тут юные следопыты Слышите вот так вот гуляешь даже не смотришь под ноги а вот опытный человек проходит буквально два метра и уже здесь описывают чуть ли не драмы которые здесь разворачивались кто куда шел кто к чем питался даже кто от кого убегал кстати а может мы волчьи следы найдем сегодня когда нам тогда убегать не пришлось сейчас дождь нам помешает разглядывать следы а вот на птиц можно будет понаблюдать вот те вот темненькие точки как будто кто-то рассыпал что-то на озере да 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 вот это вот скопление водоплавающей дичи сейчас есть незамерзающие участки вот эти вот полыньи где скапливается очень много нашей птицы направляется в основном это северная дичь которая потихонечку идет некоторые представители вот именно водоплавающие очень редкие и стоит все таки подъехать поближе посмотреть бинокль может быть поснимать может что-то интересное и редкое заснимать а лиса может по льду до них добраться лиса которая не хочет дальше больше жить наверное может быть но я думаю вряд ли здоровое животное полезет сейчас по льду во-первых птицы могут просто улететь во-вторых она провалится и умрет то есть вот эти сказки про серую шейку это были такие фантазия маминого сибиряка детские фильмы ужасов ну мы точно не будем к ним по льду подбираться а хотя бы с берега давайте попробуем понаблюдать но нам для этого придется к ним приблизиться потому что отсюда да ну таких добрых метров наверное 400 давайте подойдем подкрадемся поближе мы срочно бежим из леса потому что начинается дождь что это за птицы это юрий белохвост юрий чернозат что-то залез туда-то но отсюда лучше видно там такая стая огромная правда кого-то мое восхождение спугнуло но дело в том что я не могу их идентифицировать вот я слышу как они ржут над нами чирок, нырок и кряква нет это просто кряква тут вот в основном кряквы сейчас разберем фотоснимки что там есть потому что отсюда плохо видно бинокль сейчас липит и оттуда мы спугнули орланы белохвоста крупная птица вот иногда вот на таких фроталинах он тоже ищет рыбу или какую-то больную птичку он тоже может скушать орланы белохвост по-моему это очень редкая птица в наших краях да орланы белохвост подожди давай о хорошо видать отсюда да замечательно вот видишь хорошую я жернышку нашел я посмотрю что отсюда можно сфотографировать ну вот как по мне Николай утки и утки и мы видели их очень много очень разных но ты говоришь что фоткать такие стаи это нужное дело и интересное почему? потому что вот иногда вот скопления довольно обычных крякв вот у нас кряква это обычный вид бывает очень редкие птицы которые у нас занесены в красную книгу либо находятся под охраной то есть затесался какой-то баклан среди кряк да вот этими бакланами сейчас у нас крохоли выступают это редкая птичка у нас занесена в красную книгу выделяется сразу на фоне крякв тем что у нее светлое оперение снизу клюв немножко не характерен для птиц для уток крякв зимой и вот осенью проводится какой-то учет птиц ну как бы это получается вообще не наши птицы да которые у нас не живут они к нам в гости прилетели в зимний период когда у нас замерзают водоем проводится учет мигрирующих птиц которые у нас обычно не гнездятся идут северные качевки то есть северная утка идет к нам иногда в общих вот этих вот стаях уток наших обычных пряк попадаются редкие такие гости у нас это гоголь утка такая есть интересная она у него ты сейчас придумываешь да? нет это интересная книга птица Пушкин птица Пушкин птица Пушкин птица Пушкин птица Гоголь опера слышишь обязательно за Гоголь посмотрю кто это за Гоголь за Гоголь за Гоголя Гоголя так бывает у нас встречаются Гоголи бывает у нас встречаются Крохоли недавно у нас видели Лутка это тоже очень редкая птица Лутка? Лутка а Лутка для орнитологов это очень интересно на самом деле Жень вот и выясняется какая птица у нас проходит качевками потому что в мировом масштабе очень интересные данные с каждого небольшого даже государственных окна в хлебе также есть дрожжи которые нежелательны для пищеварения птиц они просто не переваривают в зобе у птиц такая специфика строения пищевода у него есть утолщение называется зоб и там может хлеб этот забродить будет закупорка пищеварительной системы птица может погибнуть вот из-за этого не рекомендуется кормить птиц хлебом крайне нельзя кормить их черным хлебом подсушенным белым еще воробьи и синички могут его как бы склевать переварить вот но нежелательно кормить в общем птиц хлебом можно кормить семечками вот да я хотел спросить если мы все-таки захотим да потому что приходят в Тирасполь там на берег озера лебедей на самом деле много где-то возле села лебедей водится да то есть с чем к ним приходить потому что хочется покормить хочется чтобы птичка подошла к тебе сфотографировать ее поближе вот семечки да вот мы можем кормить семечками но не жаренными не жаренными сырыми не жаренными сырыми семечками лучше кормить мелких птиц это воробьинообразных там тех же синичек тех же воробьев как бы они кушают их хорошо лебеди не поймут если подсыпать им семечки что и можно их можно кушать вообще лебеди они в природе питаются водными беспозвоночными То есть это различные рачки, различные червячки, которых они находят в грунте. У них есть длинная шея специально для этого дела. Они опускают клюв глубоко, в поисках пищи прощупывают дно, находят. Есть отдельный аппарат специальный в клюве. Не отсаживают и проглатывают все это дело. То есть на самом деле птицам есть чем питаться в диких водоемах. Не обязательно их кормить, если мы хотим подкормить лебедей уже на крайнем случае. Не жри, Жень, ну блин, не могу. Вижу семечки, не могу не кушать. Думаешь, птицам будет тогда... А они обидятся? Николай, я смотрю, вот тут целая стая лебедей. Я вспомнил несколько лет назад у нас в районе Белочь была чуть ли не народная акция по спасению лебедей. Все приезжали, все подкармливали. Это действительно было так необходимо? Мы спасли птиц от чего-то? Или может быть все-таки они сами бы прокормились? На самом деле это был просто перевалочный пункт для тех лебедей, которые кочевали с севера. То есть постепенно птицы совершают перелеты, видят проталина, останавливаются на ней. Здесь достаточно такая плотная стая была. И из-за того, что люди подкармливали, тем самым они не очень хороший такой эффект сделали. Дело в том, что птицы, которые там оставались, их там кормили. Зачем им лететь дальше? А те птицы, которые прилетали, они видели, что вот эта проталина занята. Лететь некуда, им приходилось все дальше и дальше. То есть по факту мы им оказали медвежью услугу, я правильно понимаю? Да, можно подкармливать в исключительных ситуациях, когда резкие морозы, резкие холода, когда не идет интенсивная миграция и кочевка. Тут получается птицы продолжали свои миграции, летели по своим делам, а тут опа, их кормят. Чего бы и нет. И вот так вот и получилось. Так что я что, зря взял с собой сегодня целую жменью семечек, для того, чтобы кого-то, может быть, спасти от голодной зимы? Ну вот синичкам они пригодятся, потому что синички у нас очень любят эти синички. Синички очень любят эти семечки. Ну хорошо, сейчас поставим это синичкам. И, кстати, чем крупнее птица, тем дольше она может жить без подкорнки, потому что у них есть жировые запасы, особенно у лебедей. Там на самом деле плотный такой жир собирается. Для того, чтобы дальние перелеты совершать, он греет птицу, он подкармливает птицу, когда есть такой вот момент, что нету без кормицы. И, в принципе, лебеди могут несколько дней вообще без пищи за счет подкорного жира. Ну, в общем, справятся сами, да, и пускай они себе там баражируют, потому что без нас они прекрасно обойдутся. Вот, а мы пойдем в синичек кормить. И тут с берега мы увидели одного лебедя, который упорно игнорировал открытую воду. Он раз за разом выходил на тонкий лед, находил место, где можно провалиться, а дальше начинал играть в ледокол. И потом двое молодых тоже присоединились к нему. В общем, пока мы наслаждаемся такими редкими в наших краях катаниями на санках с горы, пернаты тоже развлекаются как могут. Николай, а я стесняюсь спросить, а вот эта лапка явно не копытца? Такая достаточно мощная. Правда, давно это было, судя по всему. То есть кто-то прошел здесь давненько. Ну, сейчас отпечаток мы не разглядим, но, может быть, это и волчь. Ну, у волка чем отличаются? Сзади вот эти вот пальчики, допустим, вот так стоят, вот передние лапы, передние вот так. То есть если мы можем какую-то палочку положить, вот у нас эти пальцы с этими не соприкасаются. У собаки более растопыренная лапа и они вот так вот пересекаются. То есть, ну, может, это был волчий, может, собачий след, сейчас увидим, если будет лучше отпечаток. Николай, ну, за последнее время у нас не было случаев таких столкновений людей с волками. О, тоже след. Вопрос в том, а что мы будем делать, если он нас увидит? Вряд ли он нас увидит. Ну, может, он нас и увидит, только он где-то спрячется, потому что он человек все-таки боится. Вот. И, может, мы даже где-то близко пройдем, волк к нам не выйдет, не покажется. Это потому что нас четверо или потому что он, в принципе, не захочет связываться с людьми? Во-первых, мы много говорим. Волк очень скрытный образ жизни ведет. Даже если один человек будет идти от запаха, ну, запах человека, волку не нравится, он его боится и уходит. И встретить волка это очень редко. Ну, вот я вот один раз в заповеднике горлык встречал волка, правда, ночью и как бы... И волк был сытый. Да, немножко испугался, не знаю, больше я или волк испугался, ну, как бы мы разбежались в разные стороны. Вот. Но вообще бывает у нас волки в Приднестровье заходят, как бы, близко к населенным пунктам они не подходят. Хотя бывали случаи, что все-таки где-то по окраинам он там шарится. Вот. Если где-то волк проходит близко к населенному пункту, если там доставляет некоторые неудобства или таскает скотину, то приходится принимать экстренные меры, то есть применять отстрел. Если он далеко где-то в заповеднике или в лесном массиве отдаленном, пусть в себя как бы ходит. Потому что волки тоже выполняют роль экологических санитаров, ну, санитаров природы. То есть больных животных они кушают, а здоровых они просто угнаться не могут. Поэтому волк в природе тоже нужен. Тоже нужен, да. Ну, хорошо. Главное, вот, если гулять вот так вот по лесу, я не знаю, как вы, джентльмены, но в случае чего я тоже разбегусь в разные стороны. Женя тыкал-тыкал, хотел, чтобы след был лучше виден, но теперь у волка шесть пальцев. Не, ну вот смотри, как он хорошо отпечатался прямо во льду. Вот раз, два, три, четыре, пять. Вот прям хорошо видно. Приложи руку, чтобы было видно, какой у нас огромный. Давай вот здесь с этой стороны. Ну смотри, прям мою ладонь. Он реально большой, очень большой. У меня, кстати, даже есть тут, сейчас мы сравним. Бахилы. Вот, смотри. Бахилы? В лесу, да, я в лес пришел или куда? Мне нужны бахилы. Потом ты спичный коробок достанешь. Спичного коробка нет. Ну, большой. Я бы не хотел такого встретить. Я надеюсь, что это все-таки собака прошла. Собака. Да даже такую большую собаку не хотелось. Без хозяина, да? Пойдем. Кстати, вот в таких прибрежных зарослях водится еще один обитатель леса, который недавно был здесь зарегистрирован. И, честно говоря, вот так вот прогуливаясь вечерком, в вечерних сумерках по лесу, конечно, страшновато было бы услышать где-то далекое завоевание волка. Я, например, не слышал ни разу. Но мне кажется, еще больше леденит душу вот такой звук. Примерно так звучит голос шакала в дикой природе. И, с одной стороны, понимаешь, что это небольшая такая собачка, которая просто бегает по лесу, но, с другой стороны, вот услышав такое, как-то так спина мурашками сразу покрывается, как будто режет кого-то. Николай, а когда вот лебеди пролетают мимо или идут на взлет, я постоянно слышал такой крылыкающий звук. Это у них голоса такие или это они крыльями так создают такой эффект? У лебедей, как у многих птиц, почти у всех птиц есть воздушные мешки. То есть это специальные такие мешки, полости, в которых нагнетается воздух при размахе крыла. И когда они размахивают крылья, получается вот этот вдох широкий. Вот получается... И вот дальше они вот... Когда вот эта жирная туша, отъевшаяся здесь на моллюсках, когда она взлетает, ей тяжело, она делает так... Ну, это моим голосом бы так звучало. Это я так на арбитреке, когда обычно после десятой минуты примерно такая же озвучка. Это они так себе помогают, да? Да, это закачиваются в воздушные мешки. Воздух и кроме того еще взмах от крыльев, вот это вот именно шипение от воздуха. И вот такой вот сложный звук. У лебедя, кстати, противный голос на самом деле. Какой-то гнусавый... Что-то такое... В общем, не соловей. Далеко не соловей. Далеко не соловей. Жень, ты как сегодня? Стал больше следопытом, чем был раньше? Теперь будешь отличать следы волка от следов собаки и от енотовидной собаки? Покровенно говоря, я до сих пор не сильно научился понимать, где волчий след, где собачий след. В лесу все следы волчьи. Давай так. Потому что все страшны. И гадать, кто там проходил волк или собака. И собаке в лесу особо делать нечего, да? Потому что она должна быть где-то рядом с хозяевами. Если ты ее встретишь, она тебя покусает. Поэтому мы будем надеяться... Не будем надеяться, а наша программа хорошо закончила, что мы никого не встретили. Но, с другой стороны, зато смотрите, насколько живописный, насколько прекрасный наша леса в любую погоду. И даже вот сегодня то дождь шел, то солнышко проглядывало. Насколько красиво было сегодня в лесу. И даже сейчас вот за нашими спинами стелится такой туман, что вот я, честно говоря, не пожалел, что выбрался на природу. Ну и, друзья, вам тоже этого советуем. Если у вас будет выходной день, выбирайтесь на природу. Ну, а если уж совсем лень, то включайте телевизор и смотрите два кадра. Пойдем еще лебедей посмотрим. Только не корми. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»